Я вам расскажу, как можно в деревне начать жизнь с нуля, прямо в голом поле. В 2009 году мы с мамой сюда приехали грести сено, потому что лопата просто в землю не входила. И первое, что я создала, это голубой парничок для помидор и скамейка. Жить нам тогда было негде. Приезжали мы на машине, и когда шел дождик, мы просто сидели в машине и ждали, когда он закончится. А благо летом появилась возможность, и я сняла, взяла в аренду бытовку. Мы там с детьми жили. Туалет я устроила рядышком. У меня были дрова в сетках, и из них я сложила две стенки. И сверху укрыла полиэтиленом от дождя. Поначалу у нас и электричества не было. Готовила я на самодельной плите. Из кирпичей было сложено, сверху была чугунная плита. На ней можно было куш творить, а на самой трубе можно было даже гриль делать. Был у нас и термос, поэтому вечером я кипятила воду, заливала в термос. И с утра мы с детьми могли позавтракать бутербродами. Осенью мы переехали в съемный дом недалеко отсюда, и два года подряд так снимали. Пока здесь не обустроили самое маленькое живье. Но мне руки замерзли. На следующий год мы стали строить здесь садовый домик. 4 на 4 метра, маленький такой, всего из одной комнаты. Там повысили рукомойник, чтобы можно было умыться, руки помыть. Короче, вы не удивляйтесь. Она постоянно забывает, что хочет сказать. Начинает издалека, а потом забыла. Вы уж простите ее. В общем, у нас продаются такие контейнеры с дровами. Где-то метр на метр и 2 метра в вышину. Из этого контейнера я решила сделать туалет. Обернула его вокруг полиэтилена. Сделала такую немножечко скатную крышу, чтобы вода стекала. И вокруг тростниковым матом еще сделала так. Ну, чтобы вовнутрь не видно было. И сделала дверь. Есть такая ОСБ плита. Вот из нее смастерила, вырезала и прикрутила. На тот момент была очень жаркая погода. Я этот туалет собирала. Мама немножко помогала мне обтягивать полиэтилен. Собирала его, будучи в купальнике и в резиновых сапогах. Самое аж смешно было. Надо было фотку сделать. И к тому времени, когда все было это уже собрано, сделано, я так вспотела, что, честно говоря, мне то хотелось помыться. И подумала, а почему бы не сделать из этого паровую баню? Ну, туалет можно как-нибудь. Вот у нас там где-то в закутке, где-то там, не буду вам рассказывать как. В общем, это не так страшно, как место, где помыться. Ну, как раньше мылись, когда не было воды? Можно было домой принести, там, вернее, в доме, в тазик полотенце намочить, обтереться. Как-то что-то можно было себя привести в порядок. Но чтобы полноценно помыться, конечно, это была хорошая идея. В общем, там я установила такую скамеечку, большую кастрюлю, в нее поставила кипятильник, наверное, литров 20. И когда нагревалась вода, она закипала. И вот этот вот пар, который был в этом маленьком помещении, поднимал температуру еще выше. И можно было, ну, как бы, ну, не то чтобы париться, но как вот в паровой бане. Вот сидишь и потеешь, реально потеешь. В углу стояла пластиковая бочка с холодной водой. И получалось вот так вот днем, например, когда солнце светило, там и так нагревалось очень, даже жарко было внутри. Вот. И мы так мылись до осени. Даже когда было минус 3 градуса, я этим кипятильником нагоняла, там получалось 35. И вот так вот детей, значит, сначала сын, я его помою. Говорю, беги, сестру позови. Дочка у меня младше, она 3 года, 2,5. Приходит она, я ее помыла, она убегает домой. И тогда мылась я. Вот так вот мы и мылись. Нет, честно говоря, это было счастливое время. Вот сейчас мы привыкли все тут, что у нас есть вода. У нас есть в этом плане маленький домик, но у нас все-таки все удобства есть. И воду не надо ведрами таскать, как раньше я таскала это. Ну, что-то такое было в этом. И первое время, когда еще, ну, скважину нам пробурили, но у нас несколько лет не было, так сказать, централизованной воды. То есть вода не сама поступала в дом, а я просто ходила к скважине, накачивала и ведрами приносила домой. Надо было стирать. Хорошо. Ну, у меня немножко такой технический склад ума, и я придумала. В общем, сначала я спросила, стиральная машина может ли брать сама воду? Говорят, нет, для этого нужно, чтобы в нее как бы вталкивали воду. А вталкивает воду гидрофор. Купила я себе такой гидрофор, поставила его в уголки домика. Сверху у меня была как раз такая... В общем, одежда висела. Вот. Подсоединила гидрофор. Нет, муж мне тогда подсоединил гидрофор к стиральной машине. И под окном у меня стояла, значит, большая пластиковая бочка стояла. И для строительства есть такие 90 литров. Они такие прямоугольные. Смесь делать там, замешивать. Вот. И получалось так, два шланга. Один шланг был в бочку. Это с чистой водой. Я туда ведрами натаскивала. Ну, или если лето, можно было, в принципе, такой же гидрофор. И можно было накачать искаженный через шланг. Но зимой просто-напросто это бы замерзло. И второй шланг из стиральной машины. Значит, выходил в эту прямоугольную емкость. То есть, я могла нормально постирать. Потому что руками я, конечно, стирала руками. И в 13 лет стирала. Помню, когда еще стиральных машин у нас, к сожалению, дома не было. И Рига была потом. В общем, сложно было. Все, это хорошо, конечно, но как делать зимой? До поздней осени я вот так через окно делала. Но потом чувствую, что что-то очень холодно. Потому что моя комнатка 4х4 просто уже замерзает. Я просто взяла две таких емкости. Ну, по-моему, они уже не по 90, а по 60 литров. Ну, чтобы они поместились у меня перед стиральной машиной. Две емкости домой. Вот так вот ведрами притаскивала со скважиной воду в одну емкость. И когда грязная вода, она сливалась в другую. И я ведрами выносила оттуда. Вот так вот можно постирать. Так что, как говорят, голь на выдумке хитра. Так что можно все придумать. Как мыться и как стирать. Что бы вам еще рассказать? А, потом я стала строить баню. Точно. В домике-то все еще не было воды. А в такой паровой бане, ну, зимой не помоешься. Потому что следующую зиму мы уже жили вот в этом домике с детьми. И надо было как-то мыться. И летом я быстро-быстро пыталась строить из остатков. Из кирпича, значит, я выложила печку. Вот такую, знаете, дровяную печку, где вот можно кастрюлю поставить. И она такая довольно, ну, как бы длинная, да. Что часть у нее была под кастрюлю. А вторая часть я туда камни ложила гранитные. Чтобы потом бросать и пар был. До этого я успела пройти курс печника. Вот. И решила попробовать сделать печку и трубу. То есть, когда я стала... Сначала я думала, я сделаю такую маленькую баньку. Но тоже обтянутую полиэтиленом. И где-то я, не помню, где взяла. Взяла для дверцы. Какую-то старую дверцу для печки. И помню, когда строила, муж так посмотрел, что труба такая симпатичная. Что так аккуратно все сделано. Плита, все. Решил мне новую эту дверцу купить. И дал мне денег на утепление. В общем, не надо было мне делать из полиэтилена. Я нормально делала, утепляла. Единственный минус был, что если в строительстве нужно между балками определенное расстояние. Потому что удобно тогда будет этот утеплитель туда вставлять. Все правильно. Я же делала чисто вот сколько было материала. И мне потом этот утеплитель приходилось встать горизонтально, отрезать кусочки. Но утеплить можно было. Первый раз я строила самое первое. А, вот стол я делала, когда мы только пришли, чтобы кушать. Сделала скамейку. Помимо парника была скамейка и стол. Это были первые, что я вообще сделала. Тогда еще гвоздями прибивала. Я и не знала, что шурупами удобнее и вообще. Потом я сделала для кроликов. У меня тут было пару кроликов. Знакомая подарила. Для них какой-то домик смастерила. Потом я сделала для куриц. Такой летний домик. А потом я сделала большой домик для кроликов. Потом я построила стайку для коз. Правда, снаружи так и не доделала. Я, может, вам покажу. Вот смотрю сейчас сама туда. И все думаю. Вот сгниет, завалится все скоро. Така баня, короче говоря. В общем, дал мне муж материал. Для того, чтобы я могла закончить эту баню. Нормально. Чтобы не полиэтиленом обтягивать. Вот я утеплила там все. Внутри сделала этой фольгой отражающей. И надо было еще обшивку. До обшивки не дошло. Вот до сих пор. Вот так вот она стоит. Уже давно не пользуемся, правда. Первую зиму, или даже две, по-моему, я мылась там в бане. Ну и дети тоже. То есть топила ее. Там вполне можно было париться. В общем, было хорошо. Вот может быть, когда-нибудь я все-таки ее немножко переделаю или доделаю. Где-нибудь на фотографиях, на видео. У меня там уже видели. Ну, покажу позже снова. Вот. Сделала я такую баньку, чтобы париться. Я каждый день топила баню. Мне так нравилось топить. Мне так нравилось воду таскать. Мне нравилось дрова колоть. И в конечном итоге мне очень нравилось там погреться, попариться. В общем, здорово. Когда я жила в городе, ну, мы выросла, я, ну, как сказать, в деревне, в колхозе. И дом мы топили тогда тоже печкой. Стояло ведро, стояло стызолой. Мне так это все не нравилось, помню. Ванной у нас не было. У нас был сухой туалет и холодная вода. Я так нравилось всем другим ребятам, у кого дома была ванная, тепло было, нормальный туалет с водой было. У меня этого не было. Я думала, что я никогда в жизни не хочу никаких ни грядок. В детстве у нас там было пару грядок, может быть, как-то чего-то. Но меня, в принципе, не заставляли полоть. Так, от колхоза давали какие-то там части огорода. Поэтому, наверное, у меня нету такого какого-то отвращения или, ну, потому что многие говорят, что кто в детстве кого-то заставляли полоть, вот те потом в взрослой жизни не хотят совсем. Вот у них прям вот нет и все. А мне нет. Мне наоборот. У меня вот единственное, что да, я говорила, что я не хочу, не буду я. Нет, я хотела дома, но я не хотела ни грядок, ничего там делать. Я думала, пускай красиво будет, ну, не то чтобы под асфальт, нет, конечно, вот, но никаких грядок, и тем более никаких животных, вот. Знаете, вот никогда не говорите никогда. Со мной, вот, по идее, все это и произошло. Мало того, что вот перед тем, как еще купить эту землю, я ездила к маме. У мамы был свой огород. Ну, она в квартире жила, но там недалеко был огород. Я говорю, мама, пожалуйста, только не надо полоть, что да, подожди меня, я приду полоть. То есть у меня руки чесались, я хотела полоть. Ну, потому что в городе мне было скучно, конечно же, хотелось куда-то выехать. Когда купили вот землю здесь, как же я много делала всяких грядок. Таскала я целыми нями. Ну, такая работа была, что, в принципе, у меня была возможность. То есть я могла делать ее, ну, как бы, в любое время. Главное, сделать. Вот, я таскала эту землю, и я, кстати, повредила руку. У меня здесь была большая-большая такая шишка очень много лет. На какой-нибудь фотографии я постараюсь найти эту, где у меня эта шишка большая. И она не приходила. Не то, чтобы она не болела, но очень некрасиво было. И как-то я однажды заметила несколько лет назад, что у меня нет этой шишки уже здесь. Не знаю, сама пропала. От чего она возникла? Вот что нельзя делать, я вам точно скажу. Это вот если вы берете лопату, вот дерн был тут, да, надо было. Вы берете лопату и вы вот так вот силой вбиваете для того, чтобы воткнуть туда, да, вот так вот. То есть я как бы вырезали, вырезали такие квадратики вот так вот, тюкали вот так вот. И потом вот поднимали это и убирали. И вот так вот эти все делали. И вот этим я в первое же лето повредила себе руку. Потом я приноровилась, что просто ставлю лопату, нажимаю ногой и приподнимаю. Потом можно все подровнять. Так что никогда не делайте вот такие движения. Вы можете себе так повредить руку, что она у вас и не наладится. Это вообще чудо, что со мной произошло. Вот создавали мы эти грядки с мамой вместе. Ну, она мне очень много помогала тогда. Вот мы все время вместе здесь все делали. Таскали вот это все, копали, сажали. Ой, у меня были много грядок. У меня была длинная большая грядка с огурцами. Я ведрами собирала. Нет, чтоб я, конечно, сама это все не ела. Я просто раздавала. Кабачки выросли много, ходила соседям раздавала. То есть мне нравился процесс. Мне нравилось что-то выросли, сделать, а хоронить не. Негде было. Подвал у меня нету. Погреба у меня нету и не будет. Потому что здесь довольно высоко вода весной стоит. И просто все будет затапливать. Ну, кто знает. Может, оно и осенью тоже так. Я не знаю точно. Хотя мы тут, когда первую так называемую джакузи вырыли, вообще было сухо. Там вообще вода не стояла. Я надеялась, там вода наберется, можно будет поливать. Но не тут-то было. Поэтому первые грядки мы поливали водой. И я ездила на машине за три километра до реки. В канистры набирала. Вот до чего ж хотела огород. И мне было все равно. Я возила этими канистрами, чтобы все эти уйму вот этих вот грядок и все поливать. Потому что так нравилось все это выращивать. И любые цветы. Все, что мне там либо мне отдавали, либо мы ходили покупали на ярмарках. Все, что нравилось. Деньги тогда были. Продала квартиру в городе, когда сюда переехала. И покупала все, что нравится. Вот так тоже куда-нибудь посадила. Сюда, сюда, сюда. Да, там один кустик, тут кустик, там третий кустик. Ой, ну я была счастлива, конечно. Я думаю, вы многие так поступаете. И я бы не сказала, что это неправильно. Потому что если вы счастливы при том, что вы делаете, пускай даже со стороны какие-то ландшафтные дизайнеры скажут, что это ужас просто. Потому что я считаю, что у меня был тоже ужас. У меня были грядки какие-то зигзагообразные, такие камушками выложенные. Я сейчас считаю это некрасиво. Вы меня простите, конечно. Я никому ничего плохого не хочу сказать. Просто я, наверное, выросла из этого. И мне стало нравиться совсем-совсем другое. Тогда вот эти вот зигзаги, они были настолько неудобные. Поначалу у меня был триммер. Почему триммер? Потому что в машину влазил только он. Я еще купила такой разбор, знаете, на две части. Потом его собрать и косить. Мне было очень, с одной стороны, неудобно им, потому что, во-первых, он часто не заводился. Я опять ездила в обслуживание. Потом все нормально, он опять не заводился. Потом длинную траву, я не знаю, мне, наверное, просто не везет. Длинную траву я начинаю косить, она наматывает, тут же наматывает. Я ничего не успеваю покосить. Выключаю, опять разматываю, выдергиваю эту траву всю. То есть мне реально вот это вот все, ну, мешало все мне. Но другого выхода не было. То есть мы здесь не жили. Первый год вот у нас не было ничего абсолютно. На машине приезжали поначалу и хотела скосить. Да, потом мы снимали бытовку, в бытовке жили. Ну, не ложить туда инструмента. Тем более, ну, садовый трактор или даже газонокосилку же я не затащу туда, чтобы это. Хотя у нас уже потом был контейнер морской. Вот морской контейнер до сих пор остался. И там вот можно хранить какие-то инструменты. Но не суть. Все-таки мне казалось, что триммером нормально. Пускай я мучилась. Но можно было что-то делать. Что мне у триммера не нравилось, что я немало каких-то деревцев или что-то такое случайно повредила. Повредила елочки, которые сажала. У меня там метр, метр, сто тридцать метров граница участка туда и где-то семьдесят метров в эту сторону. Получается так, семьдесят, сто тридцать, семьдесят, сто тридцать. Ну, примерно так. И елочки сажала, и когда там косила, я пыталась возле них, чтобы им солнышко попадало, тогда и ни одну срезала. Или какие-нибудь там смородину, там где-то что-то все равно. В общем, у меня как-то не получалось. У меня вот с этим триммером, ну, правда, ну не срослось. В общем, давайте я вам о видах кошения расскажу как-нибудь в другом видео, потому что что тут только и как тут только не было, и как моя логика развивалась, и к чему я в конечном итоге пришла. Вот. И что у меня в ближайшее время еще какие-то изменения по поводу кошения травы. Вот об этом я вам позже летом уже наглядно расскажу. А давайте чаю попьем. Честно говоря, я тут подзамерзла. У меня там чайник есть. Сейчас поставлю чай, хорошо? И вот такая замечательная кружка. Что бы там ни говорили, в город уже возвращаться не хочется. Я так привыкла здесь на земле. Мне так нравится создавать что-то новое и новое. Я, по сути, конечно, ленивый человек. Вот хоть меня так и понесло здесь постоянно что-то делать, но целыми днями пахать в прямом смысле. Это первые годы. Сейчас мой девиз – малоуходный сад. И, ну, да, малоуходный сад плюс ленивый садовод. Потому что он не просто я стараюсь делать малоуходным, а потому что мне реально лень постоянно что-то делать. Мне очень нравится создавать, но потом постоянно ходить и ухаживать за этим всем мне, честно говоря, уже не охота. Я думаю, что все вестит? Это у меня чайник там греется. Ясно. Кажется, уже становится темно. Я тут свет включила. Надеюсь, меня немножко лучше видно. Немножко уютнее. Сейчас чайник скипит. Ох, чайку попьем. У нас постоянные морозы. Получается так, что у нас тут еще на прошлой неделе было минус 19 с утра. Днем или на следующий день была уже плюсовая температура. И вот так постоянно. То минус, то минус 14, то ноль. Вот, честно говоря, это очень плохо, конечно. Благо, что сейчас снег особо не тает. И я все за розочки переживаю. Вот я в этом плане малоуходный-малоуходный. Но что-то со мной случилось. Я посадила буквально... Когда? В 2021 году я посадила 4 розочки. Но мне хотелось немножечко цвета. Вот тут вот за стеной у меня скамейка посередине. И с двух сторон красный Амадеус. Думала, ну, может быть, там вырастут такие плетистые, красивые. И еще в пару местах один. Жасмина есть еще плетистая. И Black Forest Rose. Во. Она уже там на клумбе. Я думаю, если вы смотрели видео, то я ее часто показывала. Чайник закипел. Ой. Хорошо? Так. Нос мой не любит холод. Летом все хорошо. Зимой, как на улице, так вот так вот шмыгаю. Вы что, меня простите, пожалуйста. Ой, кстати, сейчас буду греться. Здорово. Хорошо. Так, о чем я говорила? Ах, да. О розочках. Так вот, я их не собиралась укрывать. Я вообще всегда была противником всяких укрытий. Вот. Понакидают всяких тряпок. Вот это вот все. Мне это ужасно не нравилось все. Думала, нет, у меня такого сада не будет. Что у меня должен быть красивый круглый год. Никаких там укрытий, никаких конструкций там. Да, пару раз у меня есть такая, как там ее называют, какая-то елочка. Канадская, по-моему. Во, точно. Вот. И она у меня один год действительно там сгорела. Это получается, что когда снег и солнце очень светит, и земля замерзшая. То есть, вот, солнце ее... Ну, так вот. Я даже собиралась ее выкинуть, а подруга у меня была. Она говорит, не выкидывай, ну, отрастет. Я думаю, как она отрастет, она наполовину все коричневая. Вот. И правда обросла, и такая большая. Я вам потом покажу ее. Я потом ее, наверное, года два все-таки так чуть-чуть притеняла. Если весна вот снежная, и солнце очень начинает пропекать, голубое небо, то лучше чем-то ее там немножко прикрыть, обмотать, чтобы она не сгорела. Не любитель я, значит, этих укрытий. Думала так, что, ну, переживут розочки зиму. Хорошо, нет, ну и... Не укрыла, короче. А зимой стала смотреть видео. Ну, все-таки на всякий случай. Ну, может быть, как укрыть, как сделать попроще, или... Ну, может быть, как-то я наслышана, что розы постоянно нужно удобрять, это ладно. А постоянно чем-то опрыскивать. Вечно они болеют. Потом у них сыпятся эти лепестки. Ой, мне вообще никогда не нравилось. Унышка, как некрасиво. Опять ты хаешь всех тех, кто укрывает розы. А посмотри, у тебя сколько роз в этом году укрыто. То тоннели, то какие-то кругляши, я не знаю. Ну, благо, у тебя все в белом, конечно, но все равно укрытий полно. Так что не говори мне, пожалуйста, об укрытиях. Такой же сад у тебя, как и у всех. Хотя я знаю, ты просто так влюбилась в розы, поэтому готова за ними ухаживать. И даже укрывать. И даже терпеть укрытия. И читала, смотрела. И вот мне очень понравился канал про розы. Это мой любимый канал. И очень жалко, конечно, что Галина Баскакова. Вы ее все знаете. Она вот в январе этого года умерла. Просто я... Да мне просто не доходит, как такое могло случиться вообще. Потому что, не знаю, ну такой чистый и светлый человек. В общем, ее канал для меня... Ну вот все, что нужно, как, что делать... Я не скажу, что я теперь знаю, как, что делать. Потому что я просто прослушала. Я забыла, может быть, чего-то. Что-то, может быть, мне все равно будет лень. То есть прежде, чем я все-таки возьмусь. Но оттуда вы подчерпываете максимум информации обо всем. То есть ее канал еще существует. И смотрите. И очень много видов роз. Сортов роз, которые она говорила, советовала. И я приобрела. От нее же я узнала и про розбук. Где, значит, можно посмотреть информацию именно про розы. То есть как люди пишут, какие эти розы. Их фотографии. В общем, как они себя ведут в каких-то климатических условиях. То есть вот в этом смысле я настолько много начиталась и насмотрелась про розы, что я их полюбила. И начала, конечно же, искать, какие мне купить. Я их целую кучу заказала. Но, получается, на следующий год я их, наверное, там больше сорока. Не помню точно, уж сорок четыре или что-то типа этого. Заказала. Весной, значит, я тут их сажала. Но они не очень у меня хорошо тут пошли. Просто дело в том, что те, которые пришли мне по почте, я напрямую из Кордеса заказывала много. Эта посылка пришла, а меня не было дома. Я была в командировке. Она неделю меня ждала. И, в общем, там вот такие уже ростки были. Потом я тоже не знала, что с ними делать. Я не посмотрела видео заранее, что куда-то их надо в воду сначала с корнями или что-то делать. В общем, я их просто в полусухую землю в пакетике я заготовила себе домой. Но вот как-то вот все... Ну, в общем, что-то все не так пошло. Короче говоря, часть из них, штуки три-четыре, наверное, не выжили. Остальные все-таки выжили, прирослись. Но не такие большие, как вот наши розоводы. Вот очень многие розоводы, которые ведут свои каналы. У них там в первый год жизни уже красивые розы. У меня тем более такой холодный участок. У меня весной еще морозы. В августе уже морозы. Так что если у меня выживет, выживет у вас. Это точно. Так что не умела я с ними обращаться, как положено. То есть часть информации, конечно, смотрела, а часть нет. Вот не хватило мне опыта и ничего. Вот. То есть по розам я вам так и скажу, что все, что я буду делать, можете меня хаять. Но это все для меня впервые. Но я такой, как я вам говорю, ленивый садовод. Вот мне он там спирей, эти хвойные. Вот. Ну, ничего делать не надо. Хвойные. Я вообще ничего-ничего не делаю. Вот говорят, туи там резать. Да, у меня есть. У меня там сзади 15 туи в ряд. Это барабанты. И то я их один раз обрезала. Ну, просто чтобы они стали пышнее чуть-чуть. А в принципе я бы их и не резала. То есть я не любитель таких идеальных каких-то форм. У меня есть один смаракт там посередине. Его резать вообще не надо. Он все ровненький, все красивенький. Есть несколько таких шарообразных. Они тоже сами по себе растут. Вот. В прошлом году я посадила. С той стороны у меня есть еще барабанты. Но они тоже, ну, как бы для стены. То есть я их... Я даже не знаю, буду ли я их резать. Может быть, будут что-то подрезать. Мне даже нравятся, когда они такие, может быть, чуть-чуть реденькие. Что не обязательно их вот прямо так вот. Ну, может... Ну, это как вот. Если мне не лень будет, я их, конечно, подрежу. А если лень, то я ничего делать не буду. Вот. Наверное, смотрите, если я настолько вот... Ну, сейчас настолько ленивый. То есть если у меня какие-то растения будут выживать, вы можете точно знать, что вот тоже можно так посадить и ничего не делать. Вот что я про спирей хочу сказать. Спирей я весной обрезаю. Обычно, ну, там на 5-10 сантиметров от земли вот так вот обрезаю. Ну, чтобы новые росли. Некоторые кустарники я, например, бывает, не обрезаю. Только верхушки так подровняю. Тогда он сразу такой здоровый делается. Так сразу листвой... Ну, появляется листва, и он такой довольно большой. Вот. А те, которые обрезаю, например, те начинают только расти. Вот так вот. То есть, ну, в общем, так. Можете и так, и так. Как вам с вами нравится. Хотите, чтобы он покрупнее был, можете только верхушки подрезать. А можно и так вот. Ну, первые годы, наверное, первые года-два желательно всё-таки отрезать. Тогда он больше кустится. Летом, бывает, я вообще ничего не делаю. То есть, если мне не охота, я ничего с ними не делаю. Они так в зиму идут до следующей весны. Если мне не лень, я могу пройти, вот так вот пучками брать, и вот так вот обрезать, и он таким шариком остаётся. И зелёненький, красивый. То есть, вот в прошлом году я там всё-таки подрезала. А были годы, когда я несколько лет подряд ничего не делала. Только весной подрезала, убрала эти листья, которые у меня мульчатые, и у меня деревья рядом. И вот это, конечно, очень мешает. И приходится эти листья убирать, и часть мульчатых, к сожалению, уходит. Поэтому спиреи, конечно, просто благодарные растения. Реально для самых ленивых. Ничего делать не надо. Хотите, не делайте вообще ничего. И всё равно будет расти. Вот мульчи закрыли, или там кто чем. Я вот новую хочу клумбу. Ну как клумбу? Я хочу пруд сделать. А у пруда просто это вокруг идёт как бы ландшафтный дизайн теперь. И так как я люблю тоже разнообразие, ты знаешь, что я вот только так и всё. Я хочу разное. Но чтобы разное сочеталось, и к тому же, чтобы не было потом так, что мне слишком много ухаживать надо, и надо ли делать это вот в той части, например, участка. То есть у меня есть там красивые места, но я туда не хожу. Вот, ну, создам я там что-то. А для чего? Вот вы думаете тоже так. Вот для чего вам, если у вас побольше участок или место, где вы обычно не бываете? То есть там какой-то там пруд, что-то такое красивое там. А зачем тогда туда это всё? То есть тем более, если у вас есть места, где вы видите, где у вас ещё не доделано. Да, если вы всё сделали, конечно, можно. Вот я бы весь гектар сделал бы, но я понимаю, что с моей ленью весь гектар потом за ним ухаживать, что-то делать, это нереально. Но я не буду, потому что я не хочу столько времени на это тратить. У меня работа есть, и здесь я... Ну, я не скажу, что я дома отдыхаю. Знаете, что на самом деле малоуходным-малоуходным, но больше всего времени занимает это покос. Ну, вот про покос я говорила, что я расскажу вам позже всё. Я имею в виду, что я все выходные трачу на покос. Я этого не хочу. То есть я пробовала разные тактики, разную технику, и в этом году ещё кое-что хочу попробовать. Как бы себе облегчить труд, как бы сделать так, чтобы было красиво, но мне не надо было бы постоянно-постоянно косить и тратить на это время. То есть у меня нет времени летом создавать что-то, потому что мне надо быстренько пробежаться, полить там помидоры с огурцами. Если я тут петуни опять понасажу, это тоже у меня... То есть такой бзик, то я их посажу много, и тогда ходи и поливай только, и обрезай эти отсветшие цветочки. Тогда вот это всё занимает время. А вот эти клумбы, которые у меня существуют, которые под мульчи, и вот которые я новую хочу создавать, там будет частично каменная, ну как ракарий, что-то типа этого. Есть у меня какие-то такие идеи, как это вот делать. Примерное представление, что я буду делать. В общем, я буду снимать и вам показывать тоже. И это будет уже в другом стиле. Вот смотрите, у меня есть клумбы с мульчей. В прошлом году я сделала, потому что мульчи у нас просто по золотой цене, честное слово. То есть если вот эти камни, которые я собираюсь купить, они как в 5 или больше раз дешевле, и они будут и всегда, то мульчи нужно постоянно докупать, потому что либо она с листьями у меня уходит, либо потихонечку она там сгниёт. И она ужасно дорогая. Она, по-моему, у нас там то ли 65 евро куб, представляете? Плюс ещё туда транспорт. Это кошмарная цена, конечно. И поэтому я сделала некоторые места, где я кашу. Да, у меня там эти туи, у меня там даже розы есть, и мне придётся вот так вот между ними. Но это как бы такая небольшая зона, которую я так вот, хотя да, занимает время там на покос. Ну, посмотрим, как пойдёт. Может, не так уж и много, конечно. Просто там я кашу маленькой газонокосилкой. У меня раньше не было такой, и поэтому у меня был только садовый трактор, и всё, что у меня было, нужно было косить так, где я могла трактором проехать. Все эти зигзаги такие, всё было такое, чтобы только можно было трактором сделать. Теперь, или, например, если более резкий подъём, там, может быть, и трактором-то не заедешь. Вот, тем более, что у меня такой по глупости купила, что он не едет у меня сразу, ну, как сказать, он не с педалью, которую можно нажал, и тут же назад поехал. Мне нужно выключить эту деку, включить заднюю скорость, и поехать назад. Ну, в общем, неудобно. Вот, в этом плане такой не покупайте, точно скажу. Лучше говорят райдер, на нём я однажды тут косила, брала в аренду, очень даже классно. Ну, вот. Вот и получается, что есть смульчи у меня. Здесь есть какие-то участки, где я просто кашу. Вот хочу весной попробовать что-то типа ракария, где каменная. Часть у меня там будет, это как бы всё один комплекс. Часть у меня там будет из торфа. Ну, кислая почва, значит, там для рододендронов, вот что-то такое, вот всё. Ну, вот такие вот как бы разные, как бы, получаются стили. Единственный стиль, который мне не нравится, это такой, когда всё очень ровно стриженное, такое квадратное, мега там круглое, или какие-то там формы выстригают. Ну, чисто не моё, потому что я люблю такое более природное. Мне и то, иной раз сложно, что вот что-то я создаю, да, например, вот, когда я купила эту тую сморакт, она такая ровная, правильная. То есть мне смотрела и думала, ну, как-то она мне в мою природу как бы и не вписывается. Ну, я как бы, знаете, ко всему привыкаешь. То есть я посадила её и привыкла, что она там есть. Я вообще была противницей всяких туй поначалу, поэтому я как бы не хотела. Многие делают живую изгородь из туй, а я вот думаю, ну, нет, я лучше ёлочки. Но вот что у нас с ёлочками, ёлочки долго растут. И когда они вырастут, корневая система здоровая там, в общем, тогда они уже большие. Ну, конечно, если подрезать, можно, да. Вот, но туи, скажем так, вот, да, вот такой вот, такие туи в прошлом году, которые я покупала, не знаю, как у вас, но для нас я считаю, что такой вышинный туи за 5 евро, это, по-моему, очень даже хорошо. И думайте, она уже большая, и она быстро пойдёт в рост. А ёлочку вы вот такую тоже там за 5 евро, может быть, купите, и когда она ещё вырастет. То есть, поэтому с ёлочками, как бы, да, вот у меня там подальше, где место, где подальше от дома, там у меня посажены, так вот, с таким большим расстоянием ёлочки, для того, чтобы, ну, когда-нибудь создать такой полулес, такой, знаете, что не часто они там, ну, подрезать тоже чуть-чуть, но чтобы мне хотелось так, чтобы мне по периметру вот так вот понатыкано этих ёлочек там, хочу ещё сосенок туда, вот, чтобы было, ну, как сказать, приватность, чтобы ни один сосед меня здесь не видел. А вот здесь посерединке я уже часть деревьев уже подвыпилила. Ну, это ивы мои большие. Они у меня были здесь тогда, когда мы только приехали сюда. То есть, вот, скажем, в 2007 году мы купили участок, после этого его не косили. И в 2009 я пришла сюда с мамой вот это сено грести в апреле. И вот тогда уже такие вот маленькие, и вот такие маленькие веточки уже торчали. Мы сначала думали, может, их куда-то в ряд пересадить, ай, пускай будет как будет. И они очень быстро пошли в рост. И получают сейчас уже сколько? 2009-2013. Сейчас будет где-то 14 лет, получается, или 15-е, 15-е лето будет. Вот, и они здоровые деревья. Я их вон два года назад вот поспилила немало, и вот всю зиму топила дровами печку. Вот, то есть, представляете, насколько они быстро отрастают. Вот. Другие деревья так быстро не растут. Вот, если... Ну, елочки у меня тут, конечно, по вышине выросли, но диаметром не такие большие. Вот. Поэтому понасадить всяких там елочек и всего по периметру, чтобы создать такую приватность. А здесь, в центре, да, почему я этих деревьев выпиливаю? Потому что из-за роз. Розы-то хотят солнца, а у меня везде полутень. Ну, или тень. Я даже не знаю уже теперь, что сказать. У меня там, где такая белая стенка, белая стенка тоже из подручных материалов. В общем-то, про всякие свои постройки я вам тоже потом как-нибудь расскажу. Вот где были эти ивы, значит, они выросли. То есть, сначала всё-всё солнце, везде солнце, нигде не укрыться, всё солнце. Вот. И когда они выросли, там стала конкретная уже такая тень. Внизу даже трава не росла. Так что, вот кто говорит, что вы планируете сначала участок, там рисуйте, где вы что хотите. Да, всё правильно. Наверное, всё правильно. Но не всем подходит. Мне лично такой вариант не подходит. А знаете, почему? Во-первых, не подходит. Да, потому что, да, я даже когда там что-то придумывала и сажала, а теперь я хочу по-другому. Понимаете? У меня уже другие идеи. Я хочу по-новому. Я устала. Я не могу смотреть на одну и ту же клумбу 10, 20, 30 лет. Понимаете? И что-то там досажу, что-то уберу оттуда. Ну, конечно, деревья. Деревья – это да. То есть, если вы дали дереву вырасти, потом уже сложно. Можете спилить, останется пенёк, а попробую его выкорчевать ещё. Хотя и тут тоже можно есть идея оставить пенёчек и туда сверху, там, не знаю, кашпо какое-нибудь прикрепить. Вот. А всё остальное неважно. Вот сажайте так, как вам нравится. Потому что потом, потом у вас будут новые идеи. Вы... Нельзя сказать, что вот я такая была глупая, я не знала, если бы я знала, я так посадила и всё. Вот. И вам так даже нравилось? Мне нравились свои грядки, такие непонятные грядки. Ну вот. А потом мне захотелось что-то изменить, что-то добавить. То есть мне всё время хочется что-то новенькое. Понимаете? Я устаю от одного и того же. Вот. Поэтому, что бы тут ни было, не факт, что оно будет тут вечно. Я может, потом вообще всё переверну и сделаю по-другому. А, я вам ещё сейчас покажу, как рос мой домик. Домик у меня сейчас выглядит, как космический корабль. Вначале мы на Земле построили только садовый домик, четыре на четыре, о котором я вам рассказывала. И в планах было, конечно, позже построить основной большой дом. Но года через два я поняла, что он мне не светит. И, как говорится, ничто не более постоянное, как временное. Хорошо, что появилась возможность пристроить пристройку с прихожей, ванной, с туалетом. Но этого всё равно было недостаточно. Потому что спали мы все всё равно в одной комнате. на матрасах, на полу, на раскладном диване. И в 2016 году появилась возможность мне купить в рассрочку контейнеры. То есть мне в буквальном смысле привезли их три на шесть. Там у меня детские комнаты и два на пять. Это такой маленький кубик, там гардероб. И он более низкий для того, чтобы зашёл под крышу дома, чтобы не надо было крышу переделывать. То есть получается, что сейчас лично мне, мы сейчас живём с дочкой вдвоём, сын уже взрослый, он уже в городе живёт. Лично нам этого вполне хватает. У неё своя комната, я живу в комнате кухни, есть все удобства. И честно говоря, я даже и не представляю, зачем вот сейчас мне этот большой дом, о котором когда-то я, конечно, мечтала, он и не нужен. То есть, а если дочка рано или поздно будет жить своей жизнью, у меня просто остаётся как гостиная комната. Там, получается, дочкина комната, я даже думала из этой сделать себе потом спальню, чтобы не спать на полу. И поставить туда большую кровать, и была бы у меня своя спальня. Но в любой момент я могу просто эти кубики не отапливать и топить только свою центральную часть. Там у меня маленькая печка теперь есть. И вообще, конечно, я электричеством топлю, обычными масляными радиаторами. Труба у меня только... Труба у меня стоит в ванной. Получается, если я топлю печку в комнате кухни, нагревается у меня и в ванной, но в ванной у меня ещё всё равно половой подогрев. То есть, для одного человека, наверное, этого вполне достаточно. Даже для двух, если вот считать, что вот из детских комнат можно сделать себе спальню. А из комнаты сына, ну, довольно маленькая, там, пять квадратных метров буквально, можно сделать какую-нибудь там гостевую, например, да, или ещё какой-нибудь гардероб. Ну, вот, когда-нибудь будут приезжать внуки, и вот у них будут свои комнатки. В общем, если вы хотите жить на земле, ну, конечно, какой-то капитал всё-таки нужен. Вам купить землю, предположим, или что-то даже построить, пусть даже садовый домик. Всё-таки нужно. Но есть такие проекты, которые можно пристраивать. Вот мой, конечно, дом инопланетянина, или как летучий корабль, это не совсем правильно, потому что у меня все комнаты проходные. Ну, так тоже можно. И мне сейчас это вполне устраивает. Мы с дочкой вдвоём живём, и у неё своя комната, я живу в комнате кухни, и мне нравится. То есть я не хочу сейчас никакого большого дома. Знаете, я когда-то говорила, хочу маленький дом, а, хочу большой участок и маленький дом. Вот зря я тогда так сказала, правда? Получается, у меня теперь крохотный дом и гектар. Это 100 соток. На самом деле, 107 соток. Начинайте с того, с чего вы хотите начинать. Начинайте с огорода, начинайте с дома. Неважно, что вам нравится, с того и начинайте. И облагородите. Конечно, если был бы дом, может быть, уже сразу стало бы понятно, где что делать. Я-то думала, садовый домик будет здесь, я здесь грядки поставлю. Но когда поняла, что это уже не садовый домик, жить мне в нем, конечно, вид из окна меня больше не устраивало. Вот поэтому я весь огород перенесла за 100 метров, почти за 100 метров, и стала наводить здесь красоту. Вот эти клумбы, о которых я вам в предыдущих видео рассказывала, чтобы мне из окна было красиво, чтобы мне из-под этого навеса было красиво смотреть в любую сторону. Есть у меня, конечно, много участков, где они не закончены. Вот я вам сейчас выложу карту, и там часть показана, что сделано. Желтым то, что я планирую сделать, потому что там некрасиво, и меня это раздражает. А красным это вот мой самый большой весенний проект теперь, где пруд, ракарий, для рододендронов место посадки. Ну, это ориентировочное такое место нарисовала. Но это самая большая клумба получится. у меня все-таки. Тем более, что там еще есть участок для загара, для лежаков. Там есть еще один секрет, почему я вообще там собираюсь все это делать. Одно, конечно, причина одна была из-за дочки, что она лежаки эти хотела туда. Я оттуда стал обыгрывать идею эту. И есть еще одно. То есть, как я вам говорила, если вы где-то делаете в каком-то месте участка, что-то красивое создаете, но вы туда не ходите, то нет смысла там создавать. Во всяком случае, пока создавайте именно там, где вы сами находитесь. Вот я сижу здесь, прихожу сюда, и я хочу смотреть вот тут, чтобы мне здесь нравилось. То есть, эту часть я здесь более-менее тогда оформила. Вот этот вот пруд, первая моя большая клумба в 2015 году. А вот входную зону, она у меня была просто, я просто стригла траву. И вот ничего. То есть, если я из дома выхожу, на террасу сажусь, я смотрю, а мне не на что смотреть. Ну, не нравится мне это все. И вот в прошлом году, поэтому я решила там обустроить. Очень надеюсь, что розочки разрастутся, и они будут какие-то акценты давать. Если что-то мне не устроит, я, естественно, опять пересажу и переделаю, чтобы мне нравилось. И я не жалею, если я в чем-то ошиблась. главное здоровые деревья ни туда не посадить. Короче, дерзайте и никого не слушайте. Пока!